Привет, братцы! Вы на канале AndroNews. Мы сейчас находимся на презентации компании Huawei. Сань, покажи, что вообще здесь происходит. Сколько людей пришли посмотреть на устройство за 2299 евро. Давайте разбираться, что здесь происходит. Все вы знаете, что не так давно компания Samsung представила свой первый сгибаемый смартфон Galaxy Fold. Компания Huawei решила не стоять в стороне и выпустить свою альтернативу. Между двумя этими производителями сейчас происходит очень ярая война, как сейчас война происходит между мной и парнем справа. Видите, он меня толкает, но я пытаюсь ему как-то противостоять. Короче, это сгибаемый смартфон за 2299 евро. И давайте-ка я вам сейчас о нем расскажу поподробнее. Все-таки этот парень победил. Итак, друзья, как это все дело работает? В отличие от Galaxy Fold, Mate X получил одну матрицу с диагональю 8 дюймов. Когда вы складываете этот смартфон, у вас получается два экрана. То есть лицевая панель и тыльная панель. Так вот, когда он находится в разложенном состоянии, то есть такая канишечка, его диагональ дисплея составляет 8 дюймов. Матрица при всем этом деле у нас OLED. Когда вы его складываете, тыльная панель, на которой расположились три модуля камер, ее диагональ составляет 6,4 дюймов. А другая сторона 6,6 дюймов. Ну, какая-то вот такая вот история. То есть самое интересное, что нет никаких вырезов, нет ничего. То есть я не знаю, насколько всем этим делом будет удобно пользоваться, но на мой взгляд компания Huawei все это дело обыграла как-то более интересно, нежели Samsung. Знаете, что меня больше всего смущало в смартфоне Galaxy Fold? Да, я его не держал в руках, но я видел на презентации то, что он чертовски толстый. То есть когда вот этот вот, как его там, DJ Koch вытаскивал его с кармана, он был очень толстым. Здесь же толщина этого устройства составляет в сложенном состоянии 11 миллиметров. То есть да, это не сильно тонкое устройство, но тем не менее это не вот тот кабан. Когда уже находится в разложенном состоянии, его толщина составляет чуть более 5 миллиметров. То есть такой тоненький планшетик, квадратный причем. Знаете почему квадратный? Потому что в разложенном состоянии его соотношение сторон составляет 8 к 7 и 1. 2480 точек на 2200. То есть вы представляете, как нужно будет постараться разработчикам, чтобы адаптировать свои приложения под вот такой вот формат? Вот чем заключается главная проблема. Не в том, что это устройство будет стоить 2299 евро, хотя это тоже проблема, а в том, что контента просто не будет под такой формат. По технической части за работой этого смартфона будет отвечать фирменный чипсет от компании Huawei Kirin 980. И по сути его производительности должно хватить для того, чтобы вот этот вот аппарат работал вполне себе сносно. Плюс имеется поддержка сетей 5G. Это не просто первый гибкий смартфон компании, это еще и первый смартфон с поддержкой 5G. Оперативной памяти здесь 8 гигабайт, постоянной 512. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани и встроили его в кнопку питания. Характеристики камеры озвучены не были, но известно точно, что тут используется оптика от Leica. За время автономной работы этого смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч. Плюс поддерживается технология быстрой зарядки на 55 Вт. Это впервые. По утверждениям производителя, за полчаса заряд аккумулятора можно будет пополнить на 85%. Подводя итоги, что я хочу сказать. Разумеется, в первую очередь это концептуальное устройство. Этому свидетельствует то, что его даже не дают в руки. Понятно, что он будет продаваться, но я уверен, что небольшими тиражами, потому что вот подобного рода гаджеты это просто гонка производителей. Каждый меряется своим причиндалом для того, чтобы показать, что мы умеем. А по сути, простым пользователям я уверен, что все это дело будет неинтересно. А вот нам, техноблогерам, интересно. Поэтому, если вы хотите и дальше смотреть годный контент, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, делитесь этим видео со своими друзьями и да пребудет с вами Android. Субтитры сделал DimaTorzok